Информация о пропаже 15-летнего Романа Федулова сразу же распространилась во всех социальных сетях. Мальчик с семьей проживал в поселке Учхоза, Стенькино, Рязанского района. Одна половина дома принадлежала матери, другая – отчему. 9 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств исчезновения. 8 октября он находился дома, но после 21 часа перестал выходить на связь с родственниками. Дальнейшее местонахождение подростку установить не удалось. В доме полицейские обнаружили следы крови. Та же кровь была найдена и в автомобиле отчима. Круг подозреваемых сузился, а тут еще и оказалось, что они исповедуют оккультную религию. В ходе дальнейшей работы полицейские вышли на след предполагаемых злоумышленников – женщины и мужчины, бывшего отчима пропавшего. В автомобиле мужчины также была обнаружена кровь подростка, что подтвердило исследование. Во время допроса подозреваемых бывший отчим и его подруга признали в совершении преступления. По словам мужчины, несчастье произошло во время проведения одного из обрядов, который должен был вернуть его в семью. На спине подростка они хотели начертить пентаграмму, но вместо этого подруга нанесла мальчику несколько ножевых ранений. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы рисовать, потому что не хламастер, нужно было чем-то нацарапать. Видимо, нарисовать нож хотел. А вот я говорю, ты смотри, только не убей. Я говорю, монтаж, может, что-нибудь она не... Я говорю, ну, чтобы ты проступил, чтобы оглушить ее, но... Она пошла и осталась в машине. По времени, сколько она была, не знаю, я сидел в темной машине, среди поля субъективно, минут 15, может, плюс-минус 5 минут, не знаю, сколько времени прошло, прибегаясь к ним по глазам, я его убил. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. В настоящее время задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. Тело подростка обнаружили в лесополосе недалеко от места жительства. Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается. Герман Гущин, телекомпания «Город».